МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте в эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала 1-й Карагандинский и Ягуль Нуржекен. Сегодня в выпуске. Дождемся ли ремонта? Детский сад Ахпута закрыли на ремонт 2 месяца назад, но работы еще даже не начинались. В Арселор Миттал-Тимиртау из-за взрыва газа едва не погиб 40-летний рабочий. Мужчина получил сильные ожоги. Самый главный праздник ислама. Через неделю мусульмане отметят светлый праздник Курбанайт. Власти Караганды определили 4 места для ритуального забоя скота. Более двух месяцев назад детский сад Ахпута закрыли на ремонт. Но, как говорят родители, ремонт в дошкольном учреждении еще даже не начинали. Виной тому недобросовестные подрядчики. Наш корреспондент Лариса Хусаинова вместе с родителями воспитанников разбиралась в проблеме. Асем Саматова – мать двоих детей. В садик они перестали ходить 1 июля. По словам родительницы, детский сад давно нуждается в ремонте. В здании протекает крыша. Внешний вид стен тоже оставляет желать лучшего. В середине августа обещали позвонить из детского сада и сказать, когда они начнут работать. Но звонка нет до сих пор. Ладно, я в декретном отпуске, но другим родителям очень тяжело справляться. Еще в начале июля детский сад Акбота был закрыт на ремонт. Администрация учреждения пообещала, что дети смогут вернуться к занятиям 15 августа. Уже в сентябре родители ходили в садик, но ремонт еще и не начинался. Ситуацию разъяснили в администрации детского сада. Две подрядные организации очень сильно нас подвели, и мы намерены с ними судиться. Другая организация уже начала работу. Они должны отремонтировать крышу площадью 1370 квадратных метров и сделать ливневки. Власти пообещали решить проблему с подрядчиками. По их словам, ремонт займет не более двух недель. Дети снова смогут вернуться к занятиям. Лариса Хусынова, Жасулан Макулбеков, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. На Тимиртаусском металлургическом комбинате Арселор Метал Тимиртау произошел взрыв газа. В результате ЧП пострадал рабочий. 40-летний мужчина госпитализирован в областной центр травматологии и ортопедии имени профессора Макожанова. Врачи борются за его жизнь. У госпитализированного очень глубокие ожоги. Все подробности у Аймауриной. Пациента доставили в реанимацию клиники Макожанова в 3 часа ночи. У него были сильнейшие ожоги туловища. Врачи диагностировали ожоги пламенем второй и третьей степени. У пострадавшего обожжено более 45% тела. Врачи опасаются за его жизнь. Поступил пациент к нам 4 числа ночью с тяжелыми ожогами. Площадь более 45%. Состояние тяжелое. Сейчас идет ожоговый шок, который длится трое суток. Сейчас проводится ему противошоковое мероприятие. Лежит в отделении реанимации. По словам медиков, внутренние органы пациента не пострадали. Однако глубокие ожоги бесследно не пройдут. К тому же пламя затронуло подкожный жир. А в компании Арселор Митл Тимиртау случившееся называют несчастным случаем. В ночь с 3 на 4 сентября на участке подготовки промежуточных ковшей в отделении конвертерного цеха металлургического комбината произошел взрыв газа. Хлопок произошел при включении газовых горелок в стенда сушки промковша. В результате несчастного случая пострадал огнеупорщик, получив термические ожоги пламени. В настоящий момент на предприятии работает комиссия, которая ведет расследование причин несчастного случая. Цеха и подразделения комбината работают в штатном режиме. Руководство металлургического комбината обещает выплатить семье пострадавшего денежную компенсацию. Айем Амрина Лужас Габасов, Александр Цирикидзе, 1-й Карагандинский. С начала года в Карагандинской области легализовано около 600 объектов. До конца года планируется легализовать еще 198 объекта недвижимости. Карагандинский регион занимает четвертое место по объемам легализации. Особенно отличились чиновники Караганды, Жизказгана и Женаркинского района. Предварительные итоги акции обсудили в областном Акимате. В основном большинство рассмотренных проектов касались пополнения оборотных средств и рефинансирования уже имеющихся кредитов. Предприниматели рассказали, что скачок курса иностранной валюты, поверки их компаний в кризис. Однако бизнесменам удалось избежать больших потерь. Но увеличить оборотные средства все же необходимо. Сейчас в очередной раз мы скупили много оборудования для производства медведи. Поэтому оборотные средства у нас истощились. Видно ли на вас открыт 250 миллионов. И мы просим вашей поддержки. Мы просим, что мы носили в кризис. Глава крестьянского хозяйства Шатан из Бухаржираусского района хочет приобрести дополнительную спецтехнику для пассивных и уборочных работ. А вот директор ТО ЗЛТД намерен расширить свой бизнес и экспортировать свою продукцию в Россию. В 2010 году наши первые запущены проекты по изготовлению субсидирования в брендах заводов и изготовлений в Кита. Под этими брендами мы выставляем на рынок, на стиральные машины, розинки, трубую технику. Также предприниматели просили продлить сроки субсидирования уже заявленных проектов. В ближайшее время в Караганде появится новый автокомплекс для техосмотра легкового и грузового автотранспорта. А в Тимиртау заработает новый цех по пошиву и ремонту верхней одежды. Глава региона поддержал все проекты и пожелал бизнесменам удачи. Аем Амрина Улжас Габасов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Акимобласти Нурмухаммед Абдебеков поддержал 22 проекта в рамках программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2020». В результате рассмотрения проектов на координационном совете в городе Тимиртау в скором времени появится собственная звукозаписывающая студия. Отстающими в вопросах легализации стали город Приозерск, Актугайский и Каркарлинский районы. По этим трем регионам за 2016 год не легализовано ни одного имущества. Наибольшее количество легализованных объектов по городу Караганде 233 на сумму 4,6 млрд. тенге. Жанаркинскому району 79 объектов на сумму 87,6 млн. тенге. По городу Жасказган 58 на сумму 308 млн. тенге. По Тимиртау 44 объекта на сумму 448 млн. тенге. За 8 месяцев текущего года сумма легализации составила 4,5 млрд. тенге. Аким области поручил чиновникам отстающих регионов активизировать работу, а не просиживать штаны. Это один из таких важных показателей, по которым оценивается наша совместная работа в нынешних непростых экономических условиях. Есть рычаги управления этими процессами. Тем более, что это не чисто голые административные рычаги. Это чисто экономические, базирующиеся на нашем потенциале. Также глава региона отметил, что в области необходимо усилить пропагандистскую работу. Чиновники должны чаще рассказывать населению о преимуществах бесплатной легализации. А.М. Амрина Александр Цирикидзе, первый карагандинский. Прервемся на короткую рекламу, а после продолжим выпуск. Оставайтесь с нами. КОНЕЦ Галакси рекомендует высокопрочные окна торговой марки «Галвин» и противовзломную фурнитуру «Форнакс», которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. КОНЕЦ Другим новостям. Мусульмане готовятся к празднованию Курбан-Айт. В этом году священный день попадает на 12 сентября. По традиции в эту дату для Курбана приносят в жертву скот и раздают нуждающимся. Сейчас идет подготовка к священному празднику Курбан-Айт. Данный праздник отмечается на 70-й день после окончания Великого Поста у Роза. В эти дни мусульмане приносят в жертву домашних животных, накрывают большой дестерхан и раздают мясо малоимущим. В нашей области, в особенности в Караганде, мы намереваемся в этом году проводить в другом формате, то есть в расширенном формате, в другом ракурсе. То есть хотим немножко демонстративность, как повысить данного праздника. В этом году на площади нашей мечети, то есть главной мечети, областной мечети, будем проводить большое мероприятие, где будут принимать участие все городские мечети Караганды. То есть это мечеть, Маккутовская мечеть Балахаджи, первая мечеть, городская мечеть и наша мечеть. Организовываем большое мероприятие. Здесь будет проводиться большая ярмарка. Все основные бизнесмены, основные производители нашей области будут принимать участие, непосредственное участие в данной ярмарке. Впервые в этом году принимать участие в ярмарке будут представители разных национальностей. На площади будут установлены юрты, где любой желающий сможет попробовать блюда разных народов. Все это будет сопровождаться красочным концертом. Желающие сыграют в казахские национальные игры, а также посетят сельскохозяйственную ярмарку. Курбанайт – это священный и великий праздник для всех мусульман. Жертвоприношение – это долг каждого мусульманина. Я считаю, что каждый должен относиться к этому со всей ответственностью. А также очень важно соблюдать чистоту и порядок после обряда. Я каждый год совершаю обряд жертвоприношения. Возле мечети у нас всегда чистота и порядок. Но в местах, где люди самостоятельно совершают обряд, к сожалению, не всегда остается порядок. В этом году не знаю, буду ли вообще совершать священный обряд. Я каждый год совершаю обряд в специально отведенных местах. И там всегда соблюдаются нормы порядка. Жертвоприношение – это целый ритуал. Для него подойдет не всякая скотина. Животному должно быть не меньше года. Оно должно быть здоровым и без увечий. А приносить его в жертву можно в специально предназначенных местах, которые соответствуют ветеринарным и санитарным требованиям. В этом году в Караганде власти намерены организовать 4 площадки для ритуального жертвоприношения. Асель Сазамбаева, Жаксок, Нурта, Александр Цирикидзе, 1-й Карагантинский. Далее о спорте. Сарарка обыграла Тимиртау в товарищеском матче со счетом 2-1. Это последняя разогревающая встреча двух команд в преддверии регулярных соревнований. Уже 10 сентября обе команды начнут игры за первенство в чемпионатах. Счет открыли темиртаусцы. На 16-й минуте первого периода с подачи Александра Ханжина шайбу в ворота Сарарки забросил Дмитрий Орлов. Больше голов в первом периоде зрители не увидели. Второй период прошел в большом напряжении. Хоккеисты Темиртау всеми силами пытались не пускать соперника в свою зону. Но карагандинцы с таким положением дел согласны не были. На последних секундах второго периода с подачи Егора Мажуга шайбу в ворота темиртаусов забросил Иван Исаев. Пора бы уже выигрывать и в каждом периоде забивать моменты есть. Грамотнее относиться к броскам своим и завершать атаки. А так что тут всем понятно, что нужно забивать, нужно выигрывать. В нашем положении нужно исправляться перед болельщиками. Хоть и товарищеский матч, как бы он ни был, значение не имеет абсолютно. Третий период был не менее напряженным. Выкладывались игроки обеих команд. Однако карагандинцы оказались проворнее. Сергей Твердохлебов на 48-й минуте всего матча забросил победную шайбу в ворота Темиртау. Несмотря на проигрыш, наставник темиртауских хоккеистов остался доволен матчем. В принципе, ребята терпели, старались. Претензий нет, спасибо за игру ребятам. Но, к сожалению, проиграли игру. Проиграли. Но в целом терпели, играли. Пропустили контратаку, да, в большинстве нужно было забивать. Но и в конце не забили, к сожалению. Но в целом спасибо ребятам за игру. Хорошая игра была. Удовлетворение от прошедшей игры высказал и главный тренер Сара-Арки. Несмотря на ошибки, в целом Владимир Епанченцев игрой остался доволен. Было хорошее движение моментами, то есть хорошее, особенно в конце, когда хорошо оборонялись втроем, сам ответственность. То есть, в принципе, игрой остался доволен. Как говорится, это последняя, да, игра перед чемпионатом. Так что проверили, да, какие-то связи еще, да, не до конца. Но в целом, повторюсь, что игра и соперник, и наша, в принципе, хорошая, достойная боевая игра. Прошедший товарищеский матч стал последним для обеих команд перед стартом регулярных чемпионатов. Уже 10 сентября каргандинские хоккеисты проведут первую встречу в рамках чемпионата России высшей лиги. В Рязани Сарай-Арка встретится с местным одноименным клубом. А темиртаусцы 10 сентября на своем льду примут алматинскую команду. Андрей Тен, Александр Царикедзе, 1-й каргандинский. С счетом 2-1 завершился футбольный матч между темиртаусским клубом «Шахтер Булат» и «Шемкенским Краном». Таков результат 20-го тура чемпионата Казахстана среди команд Первой Риги. В стартовый отрезок игры команды предпочли присмотреться друг к другу и всеми силами в атаку не шли. На правах хозяев поля булатовцы начали прессинговать соперника. Первый опасный момент в матче возник у ворот «Шахтер Булата». После розыгрыша у главого гости нанесли удар в створ в ворот Хамита Матаева, на который он успел среагировать. На перерыв команды ушли при нулях на табло. Такой результат не устраивал ни одну из сторон, и во втором тайме болельщики лицезрели более активный футбол. Счет в матче открыли футболисты Булата. На 71-й минуте точной передачи на рандеву с вратарем Кырана вывели Владислава Васильева, который в одно касание отличным ударом переиграл Бегзата Жексыбайулы. Вскоре за нарушение судья указал на пенальти. Владислав Ахмеев хладнокровным ударом увеличил преимущество своей команды 2-0. На 80-й минуте в матче снова был назначен пенальти, но уже в ворота Булата. Удар с 11-метровой отметки реализовал Евгений Нохрин. В итоге сильнее оказалась темиртауская дружина Рафаэля Хамедулова. И финальный свисток судей зафиксировал победу шахтер Булата над Кыраном со счетом 2-1. Андрей Тенн, Александр Царикедзе, 1-й Карагандинский. И еще в завершении выпуска пресс-служба предприятия Караганды СУ сообщает, что 6 сентября будет отключена подача питьевой воды в Пришахтинске, 23-й микрорайон и станция Тихоновка. Связано это с проведением ремонтных работ на водопроводных сетях. Жителям рекомендует иметь суточный запас питьевой воды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин